Второй тур. Вешалка. Абракадабра! Скучаешь по аватарской анимации? Хочется увидеть чего-то новенького? Канал Плохая Юка тебя не разочарует. На такое залипнуть точно можно. Ссылка в описании. Всем салютик, с вами Павел Князич и сегодня мы с вами пойдем на конкурс красоты. А именно, что мы там будем делать? Само собой участвовать. Но только здесь мы взглянем на конкурс красоты с другой стороны. Все мы знаем, что конкурсы красоты это самое, можно сказать, популярное развлечение в аватарии. Все любят ходить на эти конкурсы красоты, устраивать их у себя. Конкурсу красоты было посвящено целое обновление. Да и ладно бы там какое-то обновление. Это обновление на Новый Год. Спасибо, хочу сказать администраторам. Они дали мне очередной повод возненавидеть их. Вообще, я считаю конкурсы красоты бесполезной фигней. Ну, не в плане того, чтобы просто зайти в игру, тебе нечем заняться. И вот решил ты пойти на конкурс красоты или устроить свой, чтобы было как бы повеселее в аватарии, а то тут вообще нечем заняться. Вот с этой стороны все хорошо. А если взглянуть на конкурс красоты как на контент, пользующийся достаточной популярностью, это, конечно же, полный шлаг. Было дело, я этим тоже грешил, и не единожды. Но я хотя бы пытался это как-то разбавить все, чтобы это был не просто конкурс красоты, а безумный конкурс. И вообще, как часто бывает, все безумие исходит от ведущего, потому что здесь он главный, здесь он все решает. У меня почти все было наоборот. Но это так, небольшое отступление. Вообще, это видео не о том, какие бесполезные конкурсы красоты. А вы ведь должны понимать, что конкурсы красоты, это не просто какое-то веселое развлечение. На нем также легко проиграть, несмотря на то, что вы соблюдали все как бы правила. И даже если у вас во всех турах нет никаких сочетаний, то вас могут легко слить. Я снимаю ВКонтакте, потому что у меня в соцсети нет не то, что конкурсов красоты. Там вообще никаких событий нет. Опустела слишком сильно моя соцсеть, где мой основной аккаунт. И вот поэтому я здесь. Ааа, быстрее, надо место занять. Так, вот он, конкурс красоты. Первый тур был космос, я тут не успел заснять. Я не знаю, оденусь вот так, по-моему, никто так уже не одевается давно. И как бы вот, смотрите, как голосуют. Смотрите. Смотрим на имидж Виолетты 3000 и имидж The Moon. Сейчас все проголосуют за Виолетту, наверное. Вот этот чувак, кстати, обиделся, что я у него курску с плагиотел. Все проголосовали за The Moon. И она вылетела у нас уже сейчас идет второй тур. Учитель. Опять вызвали Виолетту. Очень странно, что ее опять вызвали. Ну ладно, еще Карину, но Виолетта. Что это тут происходит? И что странно, все голосуют за Виолетту. В прошлом туре, значит, голосовали все за The Moon. Причем нет того, кто бы проголосовал за другую. Так, все цвета радуги, это уже третий тур начала. Мы приближаемся к самому интересному. До этого ведущей нужно было избавиться от нескольких игроков. И вы как бы можете сейчас сравнить, сколько было тут участников до второго тура и сколько сейчас. Вот здесь я могу ошибаться, но мне кажется, что их выгнали. Я не знаю, с чем это связано, но я вообще могу ошибаться. И что хотелось вообще сказать, беднякам или нубам на конкурсе красоты делать нечего. Потому что вас выгонят, наверное, еще в первом туре. Ну, могут, конечно, выгнать. На стул, кстати, Ксению позвали и Колянчик. Вот вы прямо сейчас можете убедиться, что таким людям не надо ходить на конкурсы красоты, если только на нубские. Потому что, блин, идите на их уровни, на их имиджи. И опять какого-то хрена все голосуют за одного человека. Вот хоть бы один против был. Свидание. Результаты конкурса, я думаю, очевидны. По-любому кто-нибудь из них победит. Ну, может быть, Максим, конечно. Но я думаю, что вот она победит. В этом и заключается закономерность конкурсов красоты. Обычных, не нубские. И не с серебром даже. А вот просто такие типичные конкурсы красоты. Вот на меня уже заострили зуб. Не еле случайно пойду. Ну, я, конечно же, тоже еще. Ну, я думаю, все проголосуют за меня. Ну, вы только посмотрите на нее. О, неужели? Разногласия в этом коллективном разуме появились. Хоть один чувак, да? Ну, я же сказал, что меня сейчас выгонят. Ну, вот вам пример того, как сливать на конкурсе. Ну, вот я пришел на основном Аки сюда играть. Ну, это чтобы не говорили, что я нуб в ВКонтакте. И что меня именно поэтому выгнали. Но вообще, допустим, что я там нуб. А здесь у меня все шансы выиграть. Но давайте не будем забывать, что именно тебя могут подкупить. Ну, вот эту вот золотоваску. Уйдите отсюда. Вот ее, да. Внимание, вопрос. За что меня выгнали? Если честно, я сам сейчас не понял. Потому что конкурс красоты только начался. А здесь меня просто вышвырнули ни за что. Ну, так я все-таки продолжу про то, как подкупают ведущего. Я могу вам рассказать на примере одного случая. Это случилось на моем первом конкурсе красоты. Но это был мой первый конкурс, который я выложил у себя на канале. Я мог, конечно, еще раньше догадаться, что на этом конкурсе тупо сливают. Потому что в самом начале конкурса, когда вызвали этих двух ребят, выбрали все ее. Ну, вы сами можете видеть, что большинство за эту Олю. И что, ее выгнали? Он пошел на свое место. И вот тут неожиданно ведущая решила изменить свое решение. Его она тоже выгнала. Вот вам настоящее шоу без постановок. Итак, его выгнали. И ее, кстати, тоже слили. А эту козу вы запомните хорошенько. Вот, следите внимательно. Она уходит. Она возвращается на свое место. Шестой тур дворник. Я одеваюсь в дворника. Вах, какой дворник! И ее опять вызвали. На сей раз вместе со мной. А я вам напоминаю, что шестой тур это дворник. И как бы вы видите, кто из нас кто. И я думаю, догадываетесь. Кто сейчас вылетит. Но те, кто смотрели этот видос, явно знают. Потому что у нас вообще полная неразбериха вышла. Здесь одна проголосовала за Карину, а другая за меня почему-то. Ну и все решает голос ведущий. Честный, неподкупный ведущий. Напоминаю вам, шестой тур дворник. И что вы думаете, блин? Ни по сочетанию, ни хотя бы по какому-то сходству с дворником. Эта гнида вообще не судила. То есть эта Карина должна была вылететь отсюда пробкой дважды. А ее и на этом вызове оставили. Из этого я могу сделать вывод, что ведущую либо подкупили, либо ведущая и Карина были подругами. И это довольно часто происходит на конкурсах. Многих ведущих пытаются подкупить. Кстати, так тоже можно распознать подкуп, когда к одному игроку ведущий относится вполне нормально. Но в плане того, что этого участника не вызывают. Или когда вызывают, ни разу не выгоняют. Хотя в принципе тут зависит все от зала, как они проголосуют. Но если коррупционеру ведущему не насрать, то он сделает все, чтобы оставить своего клиента на конкурсе. Либо не будет вызывать, а если уж вызовет, то она может выгнать, за кого проголосовало меньше человек. Упс, вылетела! Если ведущий это объявит, то она спалилась. Потому что нафига говорит, что она вылетела, если она вылетела. И само собой останется та, которая не вылетела. Ведь голосовать-то не за кого. Но это как бы те нюансы, которые вы можете проследить у себя на конкурсе. Когда вы будете участвовать. Ну а чтобы не просто было болеть, я хожу и проверяю конкурсы красоты. Чтобы некоторые умники мне не писали. Да ты не просто было бол, ты было болище! Ну и кто-нибудь из вас это по приколу напишет. Думаете это смешно? Ну отчасти забавно. Идем на конкурс. Ну как бы я решил сходить на еще один, попытать счастье и посмотрим, что на этом конкурсе будет. И у нас первый тур повседневка. Ну давайте плюс что ли поставим. Мне вообще кажется, что она какая-то странная уже. Она вообще какая-то неадекватная. Герл. Все за Герл, конечно. Ну и выгнали, конечно, Герл. Да. Рагдука второй тур. Ёкверный бабай. У меня все зависло сейчас немножечко. Она слила двух игроков. Я видел, она слила. Тут два игрока только что сидели. Они не могли в один момент уйти просто. Хм, Салли. Салли. А, куда? Куда Салли? За что Салли? Да иди ты нахрен со своим оранжевым. Верни Салли. Сало верни. Где я тебе оранжевый найду? Верни Сало. Мужик, ты чего хотел? Я хотел, чтобы Сало оставили. Еще раз я ей что-то напишу. Верни Сало. Она вообще что-то зависла и никому ничего не пишет. Че? Она долбанутая какая, я тебе говорю. Че ты сказала? А? Ля-ли-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я сошла с ума. Какая досада. О, о, о. Это уже сверх наглость какая-то. Ты чего делаешь, а? Она на меня ругается. В смысле, она натошла? Смотри, что она мне пишет. Это что такое? Это что сейчас было? Ну, такие неадекваты тоже бывают. Повсюдни... Ты бы ещё повсюдневка написала. Подписывайтесь на мой канал, жмите на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка в описании. Ставьте лайки этому видео, поделитесь им в соцсетях. Не забываем оставлять свои комментарии. Всем поки, до свидос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова